Всем привет! Это видео я снимаю на тему заказа Avon и Ariflame. Заказ у меня был маленький. Во-первых, я не помню, по какому каталогу заказывала. Брала по скидке, и я думаю, те, кто пользуется Avon, поймут, какие скидки. Скидки на эти вещи бывают очень часто. В общем, опять долго говорю, рассусоливаю. Давайте покажу, наконец-то, что я всё-таки купила. От Avon я приобрела аж 4 туалетных водички. Одну мужскую и 3 женские. Первая это мужская водичка. У нас X-series серия такая под названием Rush. Он немножко такой идёт, по-моему, с добавлением апельсина или чего-то такого цитрусового. Я точно не помню. Но, в принципе, в каталоге можно почитать какие-то ноты. Хотя, мне кажется, нот никаких здесь особо и нет. Просто такая вот приятная вода. Причём это вода Unisex. Когда я покупала первую такую водичку молодому человеку под названием Recharge, и когда я выложила видео с этой покупкой, одна девушка мне под видео написала, что правда ли, что водичка именно Recharge, которая, она идёт Unisex. Я ей написала, да, действительно так и есть. Но я не нюхала до этого другие водички именно из этой серии. Другие запахи я не нюхала. В каталоге, да, немножко вот эти вот страницы, которые пахнут, я нюхала. Но я уже не помню даже, как они там пахнут. И я помню, что вот именно Rush мне не понравилось, например, когда я потёрла страничку. Я хочу ещё попробовать там, по-моему, Quake или Aqua называется. Точно не помню. Aqua, по-моему, лимитированная была. А сейчас у них свежая такая вот с голубым оформлением получается под названием Quake, по-моему. В общем, хочу тоже приобрести её, попробовать и сама, и чтобы попробовал молодой человек. Эту молодой человек ещё не нюхал, но мне кажется, различий абсолютно он никаких не увидит. Силу того, что они просто между собой перекликаются. На подарок могу рекомендовать на все 100%. Подойдёт и как взрослым мужчинам, и как молодым парням. Ещё, кстати, этот запах мне напоминает есть духи, не помню, Giorgio Armani, по-моему, или как-то так. Как, в общем, Million называются, или Million, что-то такое в таком слитке. Вот запах немножко перекликается. Вот что-то похожее есть. Когда вот отголоски уже остаются такие на коже, либо на одежде. Вот практически один в один с тем запахом вот Million. Ну и перейдём к женским ароматам. Их я приобретала большое количество. И, честно вам скажу, не все мне очень даже понравились. Я их приобретала без тестеров, так, на АВУ. И первый я приобретала вот такой аромат под названием лак. Я просто, когда его потестировала, я была в шоке. Я его не заказывала. Он имелся у них в наличии в магазине. Я его потестировала и просто влюбилась. Я хотела что-то такое вот на зиму тяжёлое, что-то такое вот пряное, наверное. Думала приобрести Little Black Dress всё-таки, потому что долго я на него хожу и смотрю, и нюхаю. И всё равно почему-то не приобретаю. Наверное, действительно не моё, раз меня вот судьба так от него отводит постоянно. Этот же аромат, он такой тёплый. Он немножко похож на аромат Little Golden Dress. И поэтому-то, в принципе, я его и приобрела. Потому что аромат очень лёгкий. В то же время такой вот немножко... Что-то есть цитрусовое, мне кажется. Но оно не навязчивое, оно не резкое. Оно лёгкое, нежное и плавное такое. Очень, очень мне полюбился этот аромат. Хочу его ещё в миниатюрке, может быть, какой-нибудь приобрести. Потому что у них, не помню в каком точно, уже в каталоге будет такая водичка в миниатюрке. По-моему, там 30 мл. Очень выгодная цена, там за 300 с чем-то рублей. Почему бы и не приобрести? Как вы можете заметить, я уже довольно-таки много использовала. И я ею пользовалась каждый день. Я еле просто остановилась, чтобы не использовать эту воду. И то только потому, что у меня появились другие какие-то водички от The Body Shop. Вот кокосовую я сейчас обожаю, люблю. Так, если бы у меня ничего другого не было, я бы, конечно, пользовалась и дальше этой водичкой. И даже зимой бы её пользовалась. Мне кажется, это вообще такая вот универсальная водичка, которая на любое время года подойдёт. Я довольна ею, могу посоветовать. По стойкости она намного лучше, чем Little Gold Dress. Запахи у них немножко схожи. Если вам нравилась водичка от Little Gold Dress, то вот эта вот вам точно понравится. Она не взрослая такая вот. Она вот именно женственная какая-то и лёгкая, непринуждённая, ни к чему не обязывающая. Ну и ещё одна водичка. Это у нас уже под названием Черещ, если я не ошибаюсь. В общем, очень-очень приятная водичка. Я не знаю, когда я её буду пользоваться. Мне кажется, наверное, буду использовать её весной. Потому что аромат такой вот сладкий. Честно, мне отдаёт каким-то персиком. Очень даже похоже эта водичка на вот эту вот с манго, по-моему, у меня от The Body Shop. Вот очень перекликается аромат. Очень приятный аромат. Такой лёгкий. Мне кажется, персик чувствуется. И что-то ещё такое сладкое. Может быть, даже цветочное. Но очень лёгкое. Очень такое... Честно, мне под эту водичку представляется такое лёгкое нежное платье летящее. Такая сверху, может быть, лёгкая куртка какая-то джинсовая или кожаная. И какие-то ботиночки. В общем, весенний, поистине весенний аромат. Если не найду что-то другое, то, конечно, буду брать его и дальше. Но, честно, эти ароматы, они такие вот надоедливые. Почему я, в принципе, и приобрела миниатюрку? Потому что не хочу брать больше полноценные какие-то ароматы. Если это только, конечно, не что-то такое дорогое. Из Эйвен я, наверное, буду дальше брать миниатюрки какие-нибудь. Потому что как-то поднадоело. Честно, у меня оставался вот Инкадесанс. Мой любимый, который я обожала все эти годы. Я просто от него без ума была. Это мой любимый аромат от Эйвен. Который только был у меня, который мне только пользовалось. У меня была тоже такая миниатюрка. И там оставалось совсем чуть-чуть на дне. Я просто выбрызгала на постельное белье. Потому что я не могу. Мне надоело уже. Я не буду им пользоваться на себя. Вот все. Баста. Поэтому взяла тоже вот другие какие-то запахи. Но в миниатюрках. Потому что она доедает. Потому что вот... Я думаю, многие меня понимают. Также еще одна миниатюрка под названием Femme. Тоже хотела очень попробовать ее. Еще в полноразмерной версии. Но не спешила. Ждала, когда может быть появится вот такая миниатюрка. Вот она появилась. И действительно, я рада, что я не приобрела полноразмерный вариант. Потому что этот запах немножко немой. Он такой легкий тоже. Немножко свежий. Немножко сладкий. Цветочный такой. Немножко даже своеобразно тяжеловатый. Он не именно тяжелый такой. Именно немножко вот есть какие-то тяжелые нотки в нем. За счет какой-то вот, наверное, сладости и цветочности. Вот эта сладость и цветочность перемешалась вместе. И из-за этого он немножко тяжеловат. Но, честно, запах приятный. И попользоваться им, даже пусть на белье, либо иногда на себя, неплохо. В принципе, когда вы сразу наносите, он такой вот ядреный, конечно, ядреный. Спирт и аромат такой концентрированный. Но потом он быстро выветривается. И вот когда он выветривается, девочки, это просто вот аромат, наверное, не знаю, моей мечты именно для весны. Он такой вот тоже легкий, летящий, сладкий, цветочный. И он стойкий. Вот самое главное, что он стойкий. Шерещ, он немножко не такой вот стойкий. Фэм будет по стойкости лучше. За счет того, что он стойкий, соответственно, вот эти отголоски, они держатся дольше. Честно, я чувствую, кстати, даже немножко зеленый чай, что ли. Вот какая-то свежесть и вот зеленый чай в перемешку в отголосках. И вот сладость такая, она окутывает, она очень приятная. Но вот первоначально, когда вы наносите, честно, я когда первый раз нанесла его, у меня закружилась голова, мне стало как-то не по себе. Она у меня не болела, ничего, но вот тут что-то как-то не так. Поэтому я и говорю, что это не совсем мой аромат. Я рада, что я приобрела миниатюрку. Я не знаю вообще, буду пользоваться им или нет. Может быть, опять же, буду распылять на постельное белье. Я люблю, когда у меня постель пахнет. Но советую его вот так же протестировать, потому что я уверена, что многим он полюбится. Потому что он вот именно поистине женственный такой и очень приятный. Также у меня был заказ помады. Помаду я заказывала из матовой серии под названием Мат Грей. Самый темный оттенок. Я просто балдею от этого оттенка. Но к моему разочарованию этот оттенок не нравится моему парню. Я, конечно, все понимаю, что мне нравится, мне носить, как бы наплевать вообще, что он думает. В общем, этот оттенок бомбезный. Он мне очень нравится. Я в прошлом видео про покупки за бодишоп с ним была на губах. И я его не слишком наслаивала. Он, в принципе, да, темнее в упаковке. Но на губах он не такой ядреный. Он кажется, как будто просто винный оттенок. Хотя я хотела еще даже темнее. Я вообще хотела купить помаду от MAC. Самую темную, вот эту ихнюю. И я рада, что я не купила ее. Потому что если бы я потратила эти деньги, бешеные, просто бешеные деньги, мне кажется, на помаду. И парень бы мне сказал, блин, сотри, что это у тебя на губах, что это за грязь. Я бы просто померла. Очень приятный оттенок. Он выбеливает зубы, держится хорошо. Я обожаю эти матовые помады от Avon. Я просто от них в восторге. И могу просто петь им от Дефирамбы. Хотя они не такие стойкие, наверное, как помады Коалин, там, да, Никс. И уж тем более Мелибачи. И эта помада по стойкости лучше, я скажу, чем Maybelline, которую я хотела взять в 700 каком-то оттенке. И, кстати, стоят они намного дешевле даже, чем Maybelline. Потому что Maybelline стоит там что-то в районе 300-400 рублей, да. А от Avon стоит 200 рублей. В общем, разница есть. Хотя качество, мне кажется, у Avon лучше, чем у Maybelline. И от Ariflame я приобретала два консилера под глаза. Да, я их не заказывала. Я также приобретала просто. Вот один консилер у меня от Beauty Studio Artist. Его, по-моему, даже сняли уже с производства. Я точно не помню. Но, в общем, завалялся на складе у них этот консилер-корректор. И я его приобрела еще с бешеной скидкой. И еще один новичок, так сказать. Это из серии The One Корректор. Они оба идут по 10 мл. В общем, я их уже оба попробовала. В принципе, этот у меня уже раньше был. Как вы можете заметить, у меня осталось предыдущего совсем чуть-чуть. И я его допользую, конечно же. Потому что он очень увлажняющий. Он мне нравится. И оттенки у них немножко разные. Этот у меня старый под оттенком Medium. И этот у меня новенький в оттенке Light. Как раз брала вот сейчас, когда кожа у меня уже довольно-таки светлая. В целом, этот корректор мне нравится. Потому что он очень увлажняющий. Он как раз подходит вот именно на зимнее время какое-то. Я прошлую зиму вот этим вот пропользовалась. Предыдущей версией. И я просто в восторге от него была. Я рада, что нашла вот этот. И буду также от него в восторге. Этот же от The One. Первый раз у меня. Написано, что это просто маскирующее средство. И есть еще стойкая версия. Стойкую я тоже хотела попробовать. Не знаю, попробую или нет. Этот неплохой. Я, кстати, думала, что он будет похож на вот этот. Когда ходила, искала консилер от iFlame, я искала вот этот. Но не надеялась даже его найти. Потому что я знала, что его сняли с производства. И думала, если не найду, то возьму вот этот. Он также у меня в оттенке Light. Даже Fair Light. Это что-то между Light и Medium. Честно сказать, он чем-то мне напоминает Maybelline. Вот этот консилер, который у меня есть. Забыла, как он называется. Я показывала в покупках. По стойкости он не забивается ни в одну складочку. Он как-то очень хорошо лежит под областью, под глазами. Я вообще в восторге от этого консилера. Я, конечно, еще тестирую его. Потому что пробовала буквально пару раз. Потому что это светлый оттенок. И он мне сейчас немножко не подходит. Но в будущем я буду тестировать его. И уже потом либо в пустых баночках, либо, может быть, в фаворитах вы их у меня увидите. Но консилеры от Ariflame я могу посоветовать. Если вы хотите что-то бюджетное, но не знаете, что приобрести. Могу посоветовать вот эти два однозначно на все сто. Этот подойдет, я считаю, где-то на летний период. Потому что немножко он, конечно, будет подсушивать. Потому что у него больше стойкость, чем вот у этого. Этот, он, как я уже говорила, он увлажняет эту область под глазами. Поэтому он мне больше зимой нравится. Но в любом случае я буду ими двумя пользоваться. Я довольна именно все сто. Ну, по крайней мере, вот этим это точно. Я уже смотрю, что потемнело очень на улице. И даже не знаю, выложу это видео или нет. Потому что я смотрю, что я какая-то темная. Если выложу, то вы простите, конечно, меня за такую темень. И надеюсь, что все, что я показывала до этого, было видно и слышно нормально. Ну, это и все, что я вам хотела показать. Надеюсь, вам было интересно то, что я заказывала. До следующих видео. Всех целую и всем пока!